Энн Стойцевич, большое спасибо, что согласились с нами встретиться. Вы уже в Америке почти 40 лет живете, да? 37 лет, кажется. То есть получается, что ваша творческая жизнь по большей части происходила в Америке? Да, но я был сформирован в России. А вот чем отличались периоды вашего творчества в России и в Советском Союзе? Нет, ничем. Я не отличаюсь, потому что я все-таки приехал после 50-ти. Я сложился совершенно естественно в России. Но дело в том, что моя философия стоическая. То есть она ищет подобие, а не разницу. Я вообще считаю, что вот, например, искусствоведение, как и многие другие области, неблагородный. Что, например, кандидатскую или докторскую легче получить, если ты ищешь разницу между, например, русским и американским искусством. Или японским и французским. Это абсолютная чушь. А вы ищете подобие? Я всегда ищу подобие. Во-первых, это благородно. А во-вторых, у меня это... Почему? Потому что я природный евроазиат. Я родился в Свердловске. И одной ногой есть фото. Стоял в Европе и в Азии. Сейчас я, например, добиваюсь постановки скульптурной границы Европы и Азии, которую я сделал много-много-много лет тому назад. Так вот, моя родина, Урал, приучает к определенным формам единения различных наций. Скажите, а вот здесь, в Нью-Йорке, в Америке, вы нашли проявление вот этого единения? Вы смогли найти форму единения различных наций, различных рас, культур? Да, конечно. Бесспорно. Лучшие американские художники. Похожи на японских, похожи на русских, похожи на французских. И это не плагиат. А это другое. Дело в том, что вот, например, в алхимии считалось, в мистическом учении алхимии, когда искали философский камень, то этот химик не просто смешивал различные химические элементы, а он растил свою душу. И считалось, когда он вырастил свою душу различными способами, или молчанием, или аскезой, или молитвами, естественно, или медитацией для Востока, то смесь получится. То же самое и у художника. То есть, если он растит свою душу, неважно, где он живет, хоть на Северном полюсе. Как ваша душа росла в Америке? Комфортно, удачно? Нет, она дискомфортно росла. Почему? Потому что я привык, как я как-то сказал, что вам дала советская власть, вы ничем ей не благодарны, я сказал, да, я благодарен. Я привык спать голой грудью на асфальте и мерить жизнь тюрьмой и войной. Так вот, такая стоическая философия дала перенести мне унижения на миграционные. А они не в том, что Америка унижают. Нет, нет. В этом смысле нужно сказать, что она довольно комфортно устроена, поскольку иммигрантская страна. Но дело вот в чем, что самое большое мое страдание было потеря навыков. Ну, простых навыков. Вот как поднимать руку, когда зажженный свет или потушенный такси. То же самое, кстати. Вот сейчас я стар, все-таки мне около ста лет, и болен. И у меня очень многие навыки житейские. Просто или забылись, или не были этих навыков, и ушли. Ну, когда ты хочешь протянуть руку за очками, а для этого надо встать и пройти пять шагов, трудно, ты не можешь встать и потянуться, потому что уже были случаи, что я падал. Вот похоже на то же состояние. Например, скажем, я очень быстро, английский у меня плохой, но я достаточно обучился говорить на свою тему. Поэтому я не стеснялся читать лекции регулярно в Колумбии. Также ездил, как гость, профессор в Кембридж, во многие самые знаменитые институты. Я читал легко лекции по философии, искусству и по анатомии. Это была моя тема. А если я сейчас иду в Суперапер, Маркет, я ничего не могу купить, потому что я не знаю ни одного названия. Энстасович, когда вы приехали, русских, русскоязычных в Нью-Йорке все-таки было довольно мало. Сейчас гораздо больше. Скажите, это делает жизнь комфортнее для русскоязычных иметь такое комьюнити, такое сообщество сейчас? Я лично думаю, что поскольку это органично, то обсуждать это невозможно. Это складывается. Так складывается. Я думаю, что если изучать историю передвижения народов, великого переселения народа эпоху или эпоху катаклизмов, европейских, допустим, то эти процессы очень похожи. Ну, конечно, у каждого народа своя специфика. я должен вам сказать, что я не сноб. Я не сноб. По существу я не сноб. Потому что всю жизнь я был грузчиком, каменщиком и литейщиком. то есть я рабочий, по-настоящему рабочий. И поэтому рабочих людей я понимаю. Неважно, какая работа. Поэтому, например, брейтенбическое общество, сообщество, оно мне не близко, потому что разные интересы у нас, но не вызывает снобистского презрения. Я презираю псевдоинтелектов, интеллектуалов, якобы. Не, настоящий интеллигент никогда бы так себе не позволил даже морщиться. Ну, вот сейчас вы даже входите в жюри конкурса «Человек года» Русской Америки. Что вы думаете по поводу этого конкурса? Какие у вас ощущения? Ну, я горжусь этим конкурсом. Я считаю, что я горжусь сразу и Россией, русскими людьми, евреями, русскими людьми из России, русскоязычными, во всяком случае. И я горжусь Америкой, гражданиной которой я являюсь, что она может принимать такую концепцию. Это делает честь страны. Честь. Я евро-азиат. Я вырос среди многих национальностей. Ну, это, конечно, Монголы, Восток и так далее. Множество сект. Ну, и Свердловск, Ураль, приучая к смешению всего. Я из кантонистов. Мой дед купец-кантонист, мой папа был участником гражданской войны на белой стороне. Поэтому я претерпел все. Я знаю, что такое смешенность. Но одно время я знаю, что такое Манси, Татарин, Эрзиа. Вы понимаете? Да. очень много у вас символов почти христианских кресты, при этом какие-то такие же вот тотемные столбы, полулюди, полулошади. Дело в том, что эти элементы есть во всех культурах. Тотемизм есть всюду. Уральские бабы, сибирские бабы, пермская скульптура, у которой я учился, она исключительно похожа например на латиноамериканскую, для смешения латиноамериканских и христианских вещей. Пермская скульптура, например, когда меня обвиняли в модернизме, странно обвинять в модернизме, он существует, как можно обвинять уже существующее явление, которое оно может принимать и не принимать. но оно тебя не заставляет себя обвинять или прославлять. Оно существует. Так вот, это смешно, потому что я традиционалист, если угодно, архаик, и, так сказать, уж никак не модернист. Как традиционалист и архаик, тем не менее, ваше творчество понятно, пожалуй, всем в мире, потому что его не нужно расшифровывать. Вы себя чувствуете человеком мира из-за этого? только так я себя и чувствую. А расшифровывать не нужно, знаете, почему? Потому что оно не придумано, оно пережито. Как вот я сказал, когда алхимик готовился к философскому камню, он проходил искус, искушение как монах или молитва или медитация в Астон-Востоке. Поэтому все большие художники одинаковые. То есть, просто у них разное творчество. Ну, разве Ван Гог и Малевич не похожи? Похожи. Спасибо вам большое Ростесев вы читаете интервью. Надеемся, что увидимся с вами еще скоро. Спасибо вам.